Ребята, всем добрый день. Я Влад. Сегодня мы будем играть в игру The Rossity. К нам подъехало новое событие. Почему-то оно называется мировое турне, так же как называется событие прототипов. По факту это событие модернизации павильной печи, которое основано у нас для альянсов. Вот такая у нас красивая печка. Посмотрим на нее поближе. Вот. И Орландо стоит. Орландо, привет. Событие интересное, богатое на разные уровни, на разные заданки и на многое другое. Конечно же у нас есть тут три разных пропуска, которые вы можете купить. Итак, для начала я во-первых хочу поблагодарить всех тех людей, кто использует мой промокод на сайте. Это и Андрюха, и Миша из легенд и многих других, которые часто используют мой промокод. Также я вам напоминаю, ребята, то что вы можете использовать мой промокод VLJ. Не забудьте, что его можно использовать во время покупок. На сайте покупки дешевле, чем с аппликации. Поэтому если вы вздумаете покупать пропуск, то покупайте его обязательно с сайта. Ну и конечно же используйте мой промокод, который я обычно вам говорю использую. Это VLJ. Он показан на экране. Итак, давайте посмотрим, что нам дает любительская печь. Это фактически она ничего не дает, только уголь. Фактически от нее пользу вам никакой не будет. Потом копилка плавильной печи идет. У нас идет тут награда в подарок для Вальянса. И уголь. Еще 4000 угля. Ну плюс особое задание. Их я покажу чуть позже. Ну и плюс, конечно же, экспертная печь. Это много разной копилки. Больше угля. Опять же, награда Альянсу. И больше собираете с заданий. Итак, какие у нас задания по углю? То есть это потратить криптокоины. Вот такое вот красивенькое задание. Как у нас обычно ежедневные задания есть. Такие же у нас есть и в этом событии. То есть лого. Вот это вот типа под, по-моему, или мобильник такой старенький, можно так сказать. Итак, это первое. Подратить криптокоины. Приобрести криптокоины. За это мы получаем вот уголь. Вот максимум 1200 угля. Но с каждого задания это, конечно же, суммируется. Ежедневно надо входить в игру. Тоже по 200 мы можем получить на арене. Поиграть. Я, как уже видите, вы немного поиграл на арене. Это максимум тут 400. Побегать в оранжерею. Сходить побить там врагов. Набить себе дополнительные баллы. Туннели. Если честно, 180 тысяч жетонов для X400 могли бы и побольше сделать. Я думаю, X1000 можно было сделать. Потому что много еды надо потратить, чтобы набить еще 180 тысяч жетонов. Колоссов призвать. Награды дерьмовые. Я хочу вам сказать. Очень причем. За 60 хроносфер. Это достаточно много надо потратить для этого. Побейте в волнах на вокзале. Ну, понятно. Тоже неплохо. Волны мы каждый день проходим. Поэтому все нормально. Побегать в бункер. Тоже неплохо. Тут максимум сколько у нас? 400 снова. И как раз таки, что открывает нам пропуск. Все пропуски. Это вот дополнительные заданки. То есть, это потратить слитки. Выполнить задание в печи. И так далее. То есть, даже если у вас не куплен пропуск, вы свободно можете потом, купив, открыть эти. Тут, конечно же, награды царские. По 600 угля. Кроме этого, что у нас есть? Итак, у нас есть ящик, который надо набирать целым альянсом. То есть, мы этот уголь собираем. И делаем улучшить. То есть, что нам дается за этот ящик? То есть, это деньги, всякие разные ресурсы. Уран. Уран. Что самое важное? Это 11КЦ. Это самое то. Хроносферы. Можно получить. Ядро. Премиум. Детальки. Ну, так себе. Крипта. Нормально. Ну, ядра, конечно же, всех комплектов. Также, что еще? У нас эта печка. Для чего нужна эта вот уголь, которую мы кидаем в печь? Итак, каждые, к примеру, 100, точнее не 100 даже, а 200 угля дает нам 400 золота. Вот у меня уже достаточно много золота. Нажимаем на X10. Это 4000 должно добавиться. Еще раз. У меня будет 114 тысяч. Задим уже до конца заодно весь этот мой уголь. Зачем его копить? Его можно спокойно сдавать. Итак, как вы видите, у меня 120 тысяч золотых слитков. И тут уже в магазине плавильной печи мы можем купить разные вещи. Итак, первый ящичек, такие вот два. Один для стрелка, один для пехотинца. Про химика забыли. То есть, химики нахер не нужны. Как понимаю, надо чисто пехотинцами с руками теперь играть. Думают разрабы. Итак, посмотрим. Первый. Храбрость солдата. Браслетик. Раз в некоторое время урон бойца противника с наибольшим уроном снижается на 33%. На 6 секунды. А урон хозяина браслета увеличивается на это значение. Также боец противника получает чисто руль, равный 20% от его максимального здоровья. Ну, средненько. Не очень. Не впечатлило, скажем так. Поехали дальше. Устройство выдержка солдата. Раз в некоторое время максимальное здоровье бойца увеличивается на 50% на 6 секунд. Неплохо. Хорошая вещь. Также все входящие цели увеличиваются на 50% на 6 секунд. Ну, кто-то найдет. Это очень полезно. Тот же Кадуцей, к примеру, для него будет неплохо это выглядеть. Кто использует его как пехотинца. Броня, смелость солдата. Очень классный скин. Вот что я скажу. Мне нравится скин этот вот. Красивый такой. Сварщик. Апокалиптический. Раз в некоторое время боец начинает воровать физическую защиту у трех случайных бойцов противника в течение 6 секунд. Каждую секунду хозяин брони ворует 10% защиты. Каждые украденные 5000 защиты вызывают взрыв, наносящий физический урон всем врагам в небольшой области вокруг хозяина брони. Урон равен 300% от физической защиты бойца. Если бы там не было бы в небольшой области, то броню можно было бы рассматривать как альтернативу той брони, которая буквально недавно была в прошлом или позапрошлом ивенте, который сейчас все используют на тамплиере. Которая наносит урон от физической защиты. Там достаточно хорошая броня. Могу от себя сказать то, что для танка ее используют, я не знаю, выживаемости не так много дает. Это физическая защита, когда сейчас химки хреначат обычно танка по полной программе. Топор. Очередной топор, наверное, не знаю, 100-500-ый. По-моему, их уже очень-очень много, я считаю. Раз в некоторое время боец метает по одному топору в случайного бойца каждого класса. Топоры наносят 85 тысяч физического урона, оглушают на 2,5 секунды и снимают броню на 2,5 секунды. Зазетые бойцы теряют 50% параметров защиты и не могут использовать способности брони в течение 2,5 секунд. Ну, неплохо. Прошлый был с заморозкой, тоже очень хороший топорик. Есть, к примеру, опять же, еще один с заморозкой, старый. Сейчас вот снимает броню. Ну, кто-то найдет это очень хорошим. Если кто-то использует 1,4,1, как я, или еще больше, у врагов, к примеру, у кого такая вот сборка будет состава, то снимать броню на почти 3 секунды, а я думаю, в красном это будет точно 3 секунды, очень даже неплохо. Набор. Брюкзачок. Разник это кто у нас. Урон непонятно, то ли стрелок, то ли на танка. Сейчас посмотрим по описанию, скажу. Разник некоторое время наносит 3 случайным бойцам противника 75 тысяч чистого урона и ослепляет их на 2 секунды. Ослепленные бойцы промахиваются с 20% шансом. Ну, это больше, конечно, стрелку, но стрелки живут у нас мало, поэтому средненький походный набор я его использовать не буду. И спецсредства. Карманы бомбометателей. Очень прикольный такой слоник, типа, с ракетой на спинке такой. Прикольно. Запускает 3 снаряда. Каждый снаряд летит в случайного бойца противника. Снаряд наносит химический урон и оглушает цель в зависимости от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше оглушаем. То есть на стрелка, если повесишь, максимум 3, минимум 1, но меньше урон. Говно. По-другому я это назвать не могу просто. Пойдем, давайте, справа налево. Тут в этом случае от набора для стрелка. Походный набор запасливать снайпером. Это уже чисто снайпер, я как понимаю. Да, крыты. Там, типа, для танка, но это, я не знаю, такое себе. Раз в некоторое время боец снимает с себя все эффекты ограничения. Передвижение, оглушение, заморозку, паралич и становится невосприимчив к ним на 3 секунды. Также боец останавливает 120 тысяч здоровья. Отличная вещь. Можно использовать. Там оглушение, заморозка, паралич, невосприимчив к ним. Это очень, очень хорошая вещь. Это надо брать, использовать и выбивать. Винтовочка. Посмотрим, сможет ли она конкурировать с хакеркой. Раз в некоторое время боец стреляет в трех бойцов противника одновременно, нанося им 60 тысяч физического урона. Ну, около сотки будет в красном. В зависимости от того, сколько здоровья осталось у бойцов противника, после получения урона от способностей происходит один из следующих эффектов. Если меньше 25, то оглушается на 2,5 секунды. Если меньше 50, то на 1,5 секунды. Если меньше 75, то 0,5 секунд. Даже говорить не буду то, что я это собираюсь тестить или использовать. Просто в склады, если будете выбивать. Если выбить, если кому-то только понравится ее дизайн, повесить. Все, больше ни для чего она не полезна. Раз в некоторое время, это экипировка для стрелка. Раз в некоторое время, когда здоровье бойца опускается ниже 15%, хозяин экипировки и все союзные бойцы вокруг него начинают восстанавливать здоровье при атаке. Объем восстанавливаемого здоровья равен 10% от максимального запаса здоровья бойцов. Неплохо. Если в этот момент у бойца полное здоровье, вместо лечения его физическая и химическая защита увеличивается на 15% от максимального запаса здоровья. На 3 секунды. Это никогда не будет работать, ребят, потому что в основном бойцы стоят не с полным здоровьем. И максимум 3 эффекта. Ну, надо осмотреть с прототипом. Если прото даст что-то мощное, интересное, то может быть повесить на лазучика. Устройство. Раз в некоторое время, когда хозяин устройства призывает юнита, он накладывает на себя восстановление. С него снимается случайный отрицательный эффект и он восстанавливает 150 тысяч здоровья. Также у него увеличивается урон на 25% и здоровье на 50% на 4 секунды. Ну, неплохо. Не знаю, насколько это возможно повесить танку. Если у вас нет устройства Сребацкого, которое снимает негативы, больше негативов. По-моему, там тоже снимается только один, если я не ошибаюсь, негатив в этом случае. Минуточку, сейчас мы посмотрим, сколько снимается. Где мой жнец? Итак, у него тут боится снимать случайный отрицательный эффект. Да, данное устройство, можно сказать, это прекрасная альтернатива тому устройству, что у меня сейчас есть. Там тоже восстановление здоровья есть. Тут 150, то есть тут может быть чуть-чуть меньше. Но у него есть огромный плюс у этого устройства. Оно увеличивает урон и здоровье, что самое важное. То есть регенерация, когда будет срабатывать, она будет в процентном соотношении регенировать больше. Итак, браслет с внимательностью снайпера. Раз в некоторое время боец поджигает свою цель атаки. Горящему бойцу наносится 100 тысяч химического урона, и его исцеление снижается на 35% в течение 3 секунд. Хорошо, опять химический браслет, что ли, или что, я не понял. С 45% шансом, когда боец поджигает любого бойца противника, он поджигает всех бойцов противника в небольшой области вокруг поджигаемого бойца противника. Господи, слишком много поджигания и горения, я считаю. Горящим бойцам наносится 100 тысяч химического урона, и их исцеление снижается на 35% в течение 3 секунд. Ну, не думаю, что я буду использовать это. Также, я тут забыл кое-что сказать, что с заданек тут есть еще одно устройство. Вот оно в конце, которое можно получить, если вы купите дорогой пропуск. На раз в некоторое время, на случайного бойца противника накладывается магнетизм. Он получает 35 тысяч химического урона каждую секунду, и каждый раз при получении урона от магнетизма он оглушается на 0,5 секунд в течение 5 секунд. При получении урона от магнетизма с 10% шансом эффект может распространиться на случайного бойца противника. С этого противника эффект не может распространиться дальше. КД огромное, 14 секунд. Оглушение. Если у вас нету врага-миротворца, то это пойдет неплохо. И нету снятия негативов много. А так, ну, меня пока не впечатляет. Надо смотреть с прототипами, и, возможно, это будет очень даже интересное спецсредство. Итак, вернемся в магазин. Что нам еще дают за слитки? То есть, это еда, реагенты, наличка, дерево, сталь, уран. О, уран. Это всегда хорошо. Стимуляторы. Много тут стимуляторов. Да, не впечатляет, если честно. Ядра. Ядра у нас тут. Левик. Бэтмен. Это со звуком, не помню, как он уже в вокзале собирается. Это даже я не помню. Ну, херня полная, если честно. Это Фаренгейт вообще. Как он назывался? Виртуоз, вот. Ну, меня не впечатлило. Биотехнолог. Он собирается не так безумно сложно. В любом случае, ядра не советую тратить. Самоучители. Книжки. Ну, вот книжки можно попробовать. Причем они безлимитные. О, вот это интересно. Горючка. Сколько тут горючки? О, 100 горючки. Неплохо тоже. Тут еще одни. С тем, погоди. Тут два раза стимуляторы. Зачем стимуляторы два раза? А, одни дорогие, другие чуть дешевле. Тут типа подороже. И побольше падает оттуда. Но, опять же, шансово. Хотя тут аномальные уже падают. Окей. Чипы. Вот чипы это уже топ. Это здоровье, это урон и крит. Крит уже меньше, конечно, но здоровье, урон и знание химии, это вообще топчик. Это надо брать обязательно, сколько можно выбить. Хроносферы. 600 хроносфер. Ну, надо думать. Ну, всего 20. Мало, 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 мало. Ящик с элементами разными для варки, я как понимаю. Вообще всех абсолютно комплектов. Прикольно. Это бункер, это бункер равно для офицера, я как понимаю. Также есть у нас рейтинг внутри альянса, кто сколько сделал. И, конечно же, рейтинг у нас по альянсам. То есть, смотрите, первое место у нас получает, я как понимаю, каждый игрок получает 1000 крипты, 100 стимуляторов, 10 книг и оранжевый чип. Потом чуть меньше крипты и все уменьшается. Потом уже совсем синенькие и так далее. Как вы видите, у нас на данный момент 3000 с чем-то. У волков больших это 4,5. В общей сложности, что могу сказать. Я уже сегодня немного поиграл. События данные. Если у вас нету крипты покупать данную часть, то есть уголь в предложениях, то оно будет стоить очень дорого. Что я могу сказать. Вам сначала будет предлагаться 12400 угля. Потом 30 тысяч, если вы купите первое предложение в 12400. И позже уже будет вот это, 75 тысяч угля за 9500 рублей. Если вы решите покупать пропуск, то не забудьте использовать мой промокод. По поводу прототипов. Я сделаю открытие протов после события уже. Как я открываю стратегию моего открытия, я покажу. Как вы видите, я мало фармил. У меня всего 200-300 карт. То есть в среднем, как говорят, нужно около 270 карт на то, чтобы все выбить. Поэтому будет немножко мне сложно. Поэтому моя стратегия должна сработать. Также хочу сказать, что я хочу анонсировать розыгрыш. 15 победителей, каждому по 250 крипты. Пишем ваш айди, лайкаем видео. Не забываем комментировать, нравится ли вам данное событие про плавильную печь. Это все-таки альянсовые события. То есть это у нас такое первое событие. И интересно узнать ваше мнение, насколько вам оно нравится. И как будете вы фармить, и как вы считаете, какое место ваш альянс сможет занять в данном рейтинге. Сможете ли вы занять первое место и получить много книжек, чипы и, конечно же, крипта каждому члену отряда вашего. На данный момент это все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Продолжение следует...